Добрый день дорогие друзья, программа Политотдел в эфире и сегодня транзитом из Херсона в Севастополь, из Севастополя в Симферополь, из Симферополя снова в Херсон праздновать День Победы у нас в гостях Алексей Валерьевич Журавко. Валерьевич приветствую. Здравствуйте. Ну и ждем информации. Специально ничего не смотрел в телеграме, не вынюхивал, не выискивал, не выслушивал. Хочется живого общения и что там дома, что на родине в Церупинске, в Херсоне. Вот 8 лет не был. На могилы сходил к тем, кто лежит? Ну давай так, для меня еще как бы небезопасно, будем говорить так, еще все-таки есть отморозки, нацистские, фашистские их называют. Поэтому передвигался очень осторожно, сдержанно. Будем говорить, это для безопасности. Поэтому в данный момент родных своих еще не видел, но как бы хотя бы по телефону общался по закрытию связи. Вот. Как бы заехал в Церупинск родной, в Голую пристань заехал, по Докалиновку, Маячку, заехал по другим селам, будем говорить, в районство. Приятно мне было видеть людей. Не ожидал, что и встретят хорошо, и увидимся, и побеседуем. И в детском доме был. И в самом Херсоне со многими повстречался, пообщался. Это и с бизнесменами, и с политиками, и вообще так с людьми пообщался. Возложил цветы у Вечного Огня в городе Херсоне, в Парке Слава. Что сказать? Оно родное, есть родное. Грустно смотреть было на сам город. Конечно, такое ощущение, как будто, знаешь, у нас войны не было практически, не бомбили. А вот такое ощущение, как будто бомбили. Вот реально. Все в таком состоянии, плачевном. Я лично в ужасе. Валерий Ильич, вот ремарку. Наши ребята, которые телевизионщики, ездили в Херсон помогать, налаживать там радио и телевидение. И вот мнение одного из товарищей, говорит, ты знаешь, у нас Армянск, Красноперекопск всегда считались такими северными территориями, депрессивным регионом Крыма. Но вот по сравнению с тем, что мы, говорит, увидели в Херсоне, Армянск и Красноперекопск, это вполне себе европейские цивилизованные города. Неужели настолько там вот в упадок все пришло, что, говорят, последняя дорога, улицы при Янукович асфальтировали еще? Ну, давай будем говорить так. Я же договорю. Восемь лет никто не вкладывал в инфраструктуру вообще денег. Памятники архитектуры заброшенные. Я не говорю там, допустим, за дороги. Я говорю самое за основное. Вот как в 2014 году все остановилось, до 2014 года, только оно пришло в упадок. Валится, обсыпается. Страшно то, что 8 лет войны, как они называют, с агрессором России. Деньги находили на войну, на снаряды, на убийство собственного народа в лице Турчинова, Порошенко, Зеленского и Нацикова. А вот на восстановление ничего не нашли. Понимаешь, у нас Херсон, он и так депрессивный. Он сельскохозяйственный. Но вот те вещи экономические, хозяйственные, которые они сделали, вопреки всему, они сделаны были неправильно, они добили Херсонскую область. Сегодня я с уверенностью могу сказать, что без Крыма, без Херсона, ой, без Крыма, без России и даже без Донбасса, как бы там ни говорили, Херсону одному не справится. Теперь давай будем говорить так. Помимо того, что Зеленский и его команда Порошенко-Турчинова убили область, сегодня Зеленский фактически уничтожает Херсон. Посмотрим. С помощью фейков, с помощью нагнетания истерии, с помощью того, что якобы Россия завтра-послезавтра начнет призывать молодежь для защиты Херсона, Крыма, России. Идет исход населения. Второе. Каждый день сумасшедшие прилеты. Мне рассказывают с Украиной, что это не так. Ведь освобожден фактически Херсон от нацистов, фашиков и вот этой дурной предруковатой власти, которая была. Да, освобожден. Но что эти подлецы делают? Они осознанно отправляют точки У в нашу сторону. Снаряды отправляют. Я рассказываю, вот здесь прилет, вот здесь прилет. Я даже возле точки У, где она взорвалась и так далее, возле осколков был и рассказывал, мне не верят с той стороны. И понимаешь, Херсон уже после этого не вернется. А теперь самое главное. Если б не ПВО России, если б, будем говорить, не сама Россия, не солдаты, я могу открыто сказать честно, дорогие уважаемые херсонцы, украинцы, за неделю бы примерно Херсон превратился бы в выжженную землю. Я уже за Чернобаевку не говорю, практически ее нет. Я за Снегиревку не говорю, так как родственники там живут, не только мои, и рассказывают, что делают украфашисты. Поэтому в данный момент я верю в то, что Россия все сделает, чтобы Херсон не пострадал. И Херсон мы возродим. Я просто верю. Что еще сказать? Власть формируется. Медленно, уверенно, прагматично, четко. Не все сразу получается. И это фактор наложен на то, что отток населения, отток тех людей, которые в состоянии руководить из-за вот этих фейков и все остальное. Плюс наложилось то, что угрожают статьями со стороны Украины людей. Люди боятся. Плюс война. Должен фронт отодвинуться. Тогда люди засилятся. Сейчас есть определенная боязнь. Но это можно преодолеть. Одно дело, как бы печально я не сказал Донбасс 8 лет Рамилье, и они, будем говорить, не только привыкли, но и адаптировали к ситуации. И когда вот только идет обстрел Донбасса, буквально обстреляли через 15 минут чистые улицы. У нас такого нет. У нас люди боятся. Поэтому я призываю всех граждан не бояться. Нам нужно сегодня восстанавливать Херсон, начать выходить на работу, начать все-таки работать с новой властью, не с той властью, которая вас загнала, как скотобазу и как рабсилу, которая отправила в Польшу, еще куда-то там в Европу пахать, на клубники и туалеты мыть, и бабушкам пупце мыть. Понимаешь, надо сегодня восстанавливать Херсон. Что еще меня добило? Я приехал в Церюпинский детский дом свой, там, где я вырос, Олежке. Ты знаешь, вот, кажется, детский дом, дети-инвалиды, разные категории. Ну, даже у них территорию отобрали. Вокруг обстроили всякими сарайами, домами, всякие там поставили производство. Но это все-таки детский дом. Всесоюзного масштаба. Когда-то это был самый большой, крупный. Это там, когда я учился, было больше 250 человек детей. Они приезжали со всего Советского Союза. Со всего. Но, когда превратили этот детский дом, фактически, что там практически нету нормальной школы, я понимаю, что должны все быть категории детей. Но можно было, как это сделано, раньше было первую А, вторую А, там, первый Б, второй Б, там, допустим, для детей с умственно отсталыми возможностями и так далее. Это должно быть все вместе. Все-таки моя мечта, что все-таки Россия и Крым, и Донбасс, мы найдем уже возможность построить нормальный детский дом именно для всесоюзного масштаба. чтобы и белорусы там могли учиться, деточки, и херсонцы, и николаевцы, и Одессы, и Крым, и ближнее зарубежье, и дальнее зарубежье, как это раньше было у нас. Понимаешь, по методу Артека. Это надо делать. Понимаешь, плюс, самое страшное, что, когда они отбирали, они поступали, как извери. Вот, давай будем говорить так. Я еще помню, в этом детском доме вишенки росли, черешни росли, там, ну, все было, понимаешь, абрикос собирали детство, сады такие были, огород был. У нас было большое подсобное хозяйство, там, курочки жили, свинушки жили, ну, лошади были. Все необходимое, то, что давало детскому дому. Кратошечка росла, бурячок рос, все. Вот, вот это самое страшное, что у детей отобрали то, на чем они могли расти. Это курочка, животное, это добро. Птичка любая, и все остальное. Понимаешь, выращивали просто детей потребителей. Это плохо. Понимаешь, благодаря директору детского дома там внутри еще что-то жизнь делать. Я был удивлен, когда я внутри увидел свои фотографии, там, где я с коллективом фотографируюсь. Когда Ольга Васильевна меня встретила, это мой педагог с этого детского дома. Эмоции такие, что даже я не выдержал. Поэтому, как бы, тяжело говорить, потому что они разрушили. Но надеюсь, что восстановим, все получится у нас. С Божьей помощью, с братским нашим народом, единым народом. Все можно это сделать. Вот. Я думаю, получится восстановить Великий Херсон, былую славу настоящих героев от Ушакова до, будем говорить, Екатерины, которая строила этот город, до великих полководцев, которые освобождали этот Херсон. И думаю, что возродится Таврийский край. Я почему-то думаю. Потому что, если нет истории, и ты не учишь ее, как полагается, не передаешь детям, такова, какая она есть, к нам 100% придет беда. Вот она сегодня, по большому счету, прошла. Ну, а так, что сказать? Судозавод стоит. Будем говорить, все крупные производства, которые могли бы работать и создавать рабочие места, стоят. Понимаешь, жалко, что разрушили ХЦБК, ХБК. Сейчас надо восстанавливать нефтеперерабатывающий завод. Все-таки Крым добывает, будем говорить, и нефть, пусть мало, добывает на сегодняшний момент и газовые конденсаты, и другие попутные, будем говорить, нефтепродукты добывают. Поэтому, как бы, это все надо восстанавливать. Херсон без промышленности ничего не стоит. Так как аграрный край недалеко, Николаев, Крым и все остальное, надо сегодня восстанавливать комбайновый завод. Начать делать плуги, начать делать селки, начать делать комбайны, когда-то мы выпускали неплохие, электромаш нужно восстановить, то, что даст рабочие места. Я думаю, это все получится. Должен прийти хозяин, который будет это все восстанавливать. Ну, а так, к сожалению, с Херсона превратили просто торговую площадку. Как правило, торговая площадка, она дает временную доходную часть, и, будем говорить, на прокормку того населения, которое строит фундамент на купи-продай. А вот швейная промышленность практически умерла. Я по своим предприятиям ездил, ну, я шокирован. Они могли бы сегодня работать, да, как сегодня приехал, там, на дачу свою посмотреть. Не надо было все это валить, просто детскому дому отдать. Они этого даже не смогли. Они не смогли швейную фабрику загрузить, как полагается. Хотя раньше там больше 800 человек работало только на одной швейной фабрике. Я уже не говорю за общественные организации инвалидного движения, которые на сегодняшний момент нуждаются в помощи, потому что эти предприятия УТОС, УТОГ, надо как-то загрузить, потому что это глухие, слепые и так далее. Надо не забывать, что сегодня остались никому не нужны. Это специнтернаты, спецучреждения, техникумы. Вот это надо все возрождать, понимаешь. Если мы сейчас не начнем возрождать, это закончится горьем. Я абсолютно благодарен Российской Федерации, что она дает благотворительную помощь, привозит ГУМ-Комбои. На этом долго ты не проживешь. Надо не забывать, что это братский народ, спасибо большое за помощь, но надо уже вливать те средства, те необходимые вещи, которые создадут нам рабочие места. Это необходимо делать. Понятно, что еще война. А кто будет инвестировать в производство, восстановление производства, в сельское хозяйство? Ведь нужны удобрения, горюче-смазочный материал, запчасти. Давай будем так говорить. Ну, мы видим, как Украина на сегодняшний день поступает к собственному народу. Мы оттуда не увидим ни горюче-смазочные материалы, ни ремкомплекты, мы оттуда не увидим ни химии, ничего. Только Россия. И, как бы мы ни хотели, сегодня надо создавать рынок свой. Я считаю, что немедленно надо вводить рублевую зону. давай будем говорить, пенсии закрыли фактически, платежную систему практически уробили. Даже с интернетом, с телефонами, со связью уробили, потом типа восстановили, дабы, чтобы потом обвинить Россию. Хотя эту связь убила сама же Украина, понимаешь, но они подвергали страшному испытанию. Это есть геноцид, когда дедушка, бабушка имеет обычный наборной телефон, а она не может дозвониться до скорой помощи. Все уже на телефонах, на интернетах и так созвонятся. Это, конечно, страшно. Так вот я вернусь к этому. Понимаешь, сегодня надо немедленно создавать внутренний хозяйственный экономический блок и рублевую зону заводить уже не стесняясь, потому что от этих выродков ничего хорошего не ждать. Считаю, что нужно уже привозить специалистов. Я, насколько знаю, специалисты работают уже, российские, помогают и им огромное спасибо. Во всех направлениях. Я знаю, что уже из Донецка пытаются договариваться, чтобы можно было продукцию брать на Донецк, потом на Крым и так далее. То есть работа начинается. но не хватает, будем говорить, информационного ресурса и не хватает того ресурса, который перебьет вот эту лживую, гнидную власть, которая продолжает терроризировать общество. Ну и во-вторых, надо сегодня путь показать людям. Что будет, как будет и в какой временной характер вот здесь там и там появится. Чтоб люди видели, ты привел на Армянске и на Красноперикопе пример, у нас должно такое самое появиться. Понимаешь, я считаю, что сегодня должны быть направлены автобусы с детьми, с экскурсиями и пригласить сюда, что своими глазами увидели, что мост стоит, что памятники украинских, будем говорить, нормальных патриотов не разрушаются, те, которые писали по-украински верши, нормальные, а ну не тех идиотов, понимаешь, это надо показывать. Не хватает крымской литературы, не хватает ее, завозить, раздавать, это мое личное мнение. Конечно, одни мы не справимся, если в Скифе умудрились камеры разломать, разломали полностью технику, оборудование и так далее, знаешь, не доимно под откусу. Но это, конечно, страшно, это варварство, и это мне напоминает фашизм 21 века, до чего мы дожились. Алексей Валерийович, вот я вспоминаю 14-й год, весна, к нам приехали ребята, вот командировали очень многих, в том числе из Москвы, вот мой родственник приезжал из Министерства сельского хозяйства, он тогда там работал, и они оказывали нам консультативную помощь, выстраивали, как вот по российскому законодательству все будет работать. Сейчас я знаю, что, вы сказали, что люди едут уже из Крыма, из России помогать, но и назначение Сергея Владиленовича Кириенко кураторам по Донбассу и по Южно-Украинским областям внушает оптимизм, то есть, если президент назначает заместителя главы своей администрации, курировать этот регион, это значит, что под его кураторством там появятся и управленцы, которые будут помогать, которые будут консультировать, и не только консультировать, это значит, и структура системы местного самоуправления и того самого хозяйственного комплекса начнет выстраиваться. понимаешь, там, как я назову, они наверху, они разберутся, но у каждого хозяйственника и кто курирует, есть определенные люди, подчиненные, многое зависит от них, все-таки, где Москва, где Крым и где Херсон, это еще дальше, поэтому, я люблю такую пословицу, рыба гниет с головы и чистит ее с хвоста, давай будем смотреть, допустим, я мало понимаю, что в России происходит, и сегодня только начинаю входить, знаешь, в понятие, что, где, как, пока я не вижу таких вот прямых, знаешь, беспредельных ошибок, которые допустят какой-то, будем говорить, обвал, ненависть и все остальное, сейчас, пока, идет новое строение, считай, что это новое строение, новое государство, определенность есть, понимаешь, плюс еще, понятная, понятная есть позиция, что вы, херсонцы, определитесь рано или поздно на референдуме, да, то есть, забивается, что, никто через колено не будет ломать, вот это мне нравится, а это со стороны России, будем говорить, прямая помощь в хозяйственно-экономическом блоке, это плюс большой, понимаешь, если увидят позитивные моменты, как это я, допустим, вижу, что потихоньку исправляется в Херсонской области, это в порядке правовых позиций, там, правоохранительных позиций, защита населения от беспредела, это я вижу, да, не без того, что есть мародеры, утреки, как я их называю, непорядочные люди, которые зарабатывают деньги на горе, да, есть это, но тем не менее, пытаются наводить правильный жесткий порядок, да, идет определенная зачистка, спецслужбы работают, это уже положительный результат, и когда все-таки тучи развеется, и произойдет определенная, будем говорить, зачистка для поля, для поля законодательного, конституционного органа политического обеспечения всего населения, тогда мы можем принципиально говорить о том, что человек, не боясь, вложит в урну бюллетень и скажет, я хочу в Россию, это то, что Путин сказал абсолютно правильно, мне с вами, чиновниками украинским не о чем разговаривать, я быстрее договорюсь с людьми, с населением, вот и все, вот поэтому плану мы и идем, и оно видно, понимаешь, когда забивает, там завтра будет ХНР, еще что-то, ну я как человек, скажу, для меня вот Херсон, Таврарида, это прекрасно, мы историю эту прожили, она у нас была, понимаешь, пришел Советский Союз, ну мы стали Советским Союзом, но большим государством, оно тоже у нас было, здесь есть выбор, в ХНР, как бы на сегодняшний день нету почвы, поэтому и Россия, и все чиновники, говорят, не будет еще ХНР никакого, но, есть делки, которые воспользуются, пугают народ, на этой базе выводят народ, на ЦК, людей, которые не могут рационально думать, да, вот, это не используют, вот это нам надо убрать, поэтому, как бы я сторонник, постепенных, правильных, выверенных шагов, и эти шаги нас приведут, первое, к успокоению, второе, к объединительному процессу, к умиротворению, с двух, с трех сторон, кто будет в этом процессе исходить, или выходить, да, и плюс, мы будем иметь тот фактор, когда мы будем объединять наши семейные узы, это самое главное. Балерий Ильич, силовой блок внутренний, кто осуществляет контроль за поддержанием правопорядка, местная милиция, полиция, Росгвардия, армия, кто там сейчас, грубо говоря, хулиганов? Давай будем говорить так, вот расскажу один случай, да, вот, когда все начиналось, доблестная полиция, это я, как в случае расскажу, будет интересно телезрителям, доблестная полиция, доблестный министр МВД, вот, Украины, дает распоряжение, всем покинуть Херсонскую область, когда они покидали, машина, целая вереница была, до самого Николая, полиция, всю технику, всю машину, все машины забирали с мигалками, все остальное, до чего быть такими скотами, да, в конечном итоге, часть полиции, ты не представляешь, браку посередине дороги устраивал, кто первее побежит, но, не буду фамилии называть, но я знаю этих полицейских, следователей и других, которые отказались поехать, так вот, против них, статью коллаборант, уволили, без содержания, с выгором, и вплоть до суда, это парадоксальная сводь, те, которые остались, те, которые въехали в Николаево, во Львово, и все остальное, по распоряжению, людям сказали так, вы приезжайте, сами устраиваетесь, сами ищите жилье, квартиры, а мы вас потом вызовем, люди поуезжали с семьями, не обеспечив их ничем, и самое главное, что они подставили их, вот херсонцам не надо было с Херсона выезжать, сейчас гораздо безопаснее в Херсоне, чем даже на сегодняшний день, в Николаеве, в Одессе, в Киеве, берем Киев, мародерство, по беспределу забирают в армию, больной, косой, кривой, и все остальное, так же само в Николаеве, под жилыми домами, в детских садах, в школах размещают орудия, понимаешь, о чем идет речь, так вот есть и Херсон, на сегодняшний день, защищает от неадекватных элементов, Росгвардия, спецслужбы отрабатывают тщательно, и вырабатывают все, всех неконструктивных, назовем так, элементов, типа нациков, бандитов, и все остальное, и проводят воспитательную работу, то в Николаеве этого нет. Я лично общался с людьми, когда недавно возле школы поставили гауботцу, пушку, в Николаеве. это, это о чем говорит, когда Кинг призывает расстреливать Херсон, да, как живой пример, 52 миллиона гривен выделили на восстановление в Николаев водопровода, какой водопровод, если они каждый день гатят сами, обвиняют Россию, это уже кто-то отмыл деньги, они не попадут для народа. А здесь давайте будем говорить в Херсоне, смотрим, рубль уже начал появляться, доллар есть, гривна ходит, товары уже начали завозить, мало того, гумконвои сопровождаются, это, о чем говорится, военные на сегодняшний день мирных граждан сопровождают, чтобы могли пересекать Херсон, Николаев, это о чем говорит, это о чем говорит, это о том говорит, что возвращается мирная жизнь и все, но для того, чтобы пришла эта мирная жизнь стабильная, это как квартиры, надо, извините за выражение, унитазы все вымыть, пыль убрать, коврики выбить, генеральную уборку сделать. Алексей Валерьевич, вопрос такой условно меркантильный, вот между населенными пунктами, вот допустим, выезжает твой автомобиль и вы едете, перешли через перекоп и едете в Херсон или в Олежке, в Цирюпинск, между населенными пунктами, насколько опасно ехать сегодня? ну давай будем говорить, опасность она везде есть, поэтому как бы драматизировать не хочу, но если говорить, что уже безопасно полностью, я так не имею права говорить, потому что в селах есть придурки, которые прячутся, атошники прячутся, рано или поздно их вы выловят и они будут свои эти медальки кушать, и говорят, да нет, я не это не мы и все остальное, вы что о чем мы? ну это же повара и музыкаль, из оркестров основном. я надеюсь и верю и обращаюсь ко всем херсонцам, жителям, в селах, матерям, отцам, родным, если где-то есть схроны, если есть где-то оружие или атошники прячутся, поймите правильно, они вас подвергают риску, никто этих ни атошников не будет трогать, не ВСУшников, сдайте оружие и спокойно живите со своими семьями, ответьте на все те вопросы необходимые, которые сегодня требуют правоохранители российские, они вас не тронут, если на твоих плечах и руках нет крови и ты невиновен, гуляй смело, у меня много примеров, которые сегодня спокойно ходят, да, не побывали в ВСУ, но у них нету ничего, потому что все понимают под каким террором жило сегодняшнее население население и как насильно загоняли в армию, в террооборону и так далее, поэтому не бойтесь, если кто видит, прислушайтесь, потому что у вас деточки, мамочки есть, грудные дети есть, если вы не поможете сегодня очиститься от этой нечисти, эта нечисть по вам выстрелит, это было после 45-го года в западной Украине, когда эта нечисть стреляла, убивала по мирным жителям, ну а так вообще передвигаться можно, можно, не боясь, надо соблюдать просто простые правила, есть военная комендатура, предписано, есть распоряжение, ты должен рано выехать, остановиться возле блокпоста, показать все свои вещи, никто не трогать, я это делал, когда ехал, постоянно, независимо от того, что я там, меня все знают, про меня там все пишут, даже иногда солдаты видят, пожалуйста, проверяйте, все, нет проблем, у меня никто не отбирает паспорт украинский, мне никто не уважает, вежливо, понятно, четко, предупреждайте все, ну а то, что я с помощниками езжу, ну мне надо как-то передвигаться, вот и все, потому что без руки, без ножек, колобок. Да, Китайский, колобок, вот смотри, Энергодар, Мелитопы, Запорожская область, там наши ребята уже создают милицию, вот Алексей Селиванов, который киевлянин, казак, атаман, подполковник, он из Луганска, как только появилась возможность, приехал и сейчас в Запорожской области создает эту самую милицию, а Херсонщина в этом плане получается отстает, то есть не вся Запорожская область еще освобождена, но милиция уже создается. Давайте будем говорить так, Херсонская область от Запорожья дальше, от Запорожья до Донбасса ближе, там общение ближе и фундамент различия, понимания в том, что произошло на Донбассе больше, оно ближе и люди знают, что 8 лет убивала украинская власть Донбасса, здесь это дальше, притом, возьмите факторы, что за 8 лет Херсонскую область переколопуцали с западной Украиной и так далее, и она помимо того, что на сегодняшний момент депрессивной, ее запугали, поэтому когда произошел разрыв понимания и разрыв шаблонов, люди выехали, осталось очень мало и вы помните, что случилось с Бучей, какая реакция была, вы помните отлично, когда для маневров пришлось где-то отступить и люди ж не каждый понимают, что такое спецоперация, да, если Владимир Владимирович и войска российские сегодня делают, чтобы было меньше жертв, меньше гибло мирных граждан и меньше разрушений было инфраструктуры, то это ж людям не всем понятно и задается вопрос, а вдруг завтра ВСУ придет обратно в Херсон, вы поймите правильно, люди-то понимают, что произошло в Буче, когда отошли и сколько народа положили, которые начали работать с российской войсками и все остальное, этот факт произошел, ты его никуда не денешь, синдром боязни он присутствует везде, не только у человека, но и у кролика. То есть, нацисты Бучу превратили в урок для всех тех, кто попытается дружить с русскими? Конечно, это однозначно, и поэтому выводить с этого синдрома в первую очередь тяжести, боязни, сохранение своей семьи и своих родственников, оно о многом говорит. У нас создается милиция, полиция, создается, но медленно. Вот для того, чтобы это все создавалось, нужно говорить, люди, возвращайтесь любыми путями, убегайте оттуда, езжайте сюда, вас никто здесь не тронет. Но это должны быть фундаментные, четкие примеры. Валерий, вопрос не совсем связанный с Херсонщиной, хотя и не без этого. По всей Украине в городах создавалась территориальная оборона, приглашали туда людей, давали им оружие, записывали в какие-то отряды, подразделения и говорили, вот ваша задача, вы здесь в своем городе будете в теробороне, но всех взяли на карандаш. И вот сейчас вдруг неожиданно все эти теробороны начинают грузить в эшелоны, в автобусы и отправляют на передовую воевать. Это что значит? Куда побегут эти мужики? Они смирятся и пойдут воевать или они начнут в разные стороны расходиться? принцип заградных отрядов никто не отменял. Судя по всему, он везде присутствует. Просто он закамуфлирован в чем-то в определенном. И среди этих есть они. Они же под тероборону выпустили, кого попало. Потом сформировали батальоны свои с психическими отклоненностями. Потом давай возьмем тербатальоны формировались на чем? Не только на запугивание, но и на то, что русский солдат придет убивать, насиловать, грабить, разбивать твой дом и так далее. В связи с тем, что там есть определенный вакуум, а информация не доходит до конца. Они сформировали свое мнение и идут. Но тут ты понимаешь, одно дело, когда профессионал воюет, ВСУшник, который обучен, а другое дело, когда дурак воюет. Он же извини, пожалуйста, поймет, что там может по башке получить и сделает вид, что он воюет с русскими солдатами, а пойдет мародерить, грабить, убивать своих. Мы это видели, как они между собой цапаются. Вот это есть безнаказанность, хаос. А представь себе, когда это все помойное сборище втыкают в ВСУшников, а среди них есть провокаторы, среди них завербованные, как я называю, русскоговорящие, англичане, которые направляют это все и так далее. Мы сегодня видим, как нас заустали, вылазят эти тараканы американские, польские, еще какие-то тараканы, противные тараканы. это это шобла американская, гниды европейские, я больше никак не это же они к этому все привели. Поэтому в данный момент я не исключаю, что это шобла все европейская и американская сидит в Николаеве, сидит в Одессе, они до последнего украинца ведут на убой, притом без свинячьего визбу. Хотя свинье когда колят дают выдохнуться и чтобы она завизжала. Понимаешь? А здесь даже парни дадут выпустить. Вот в чем проблема. И вот эти идиоты продолжают идти. Ну а я уже не говорю метод который используется сегодня этими американцами и всей этой швалью это когда просто напросто мирных граждан используют как пушечное мясо. Мало того щит кровавый не щадя ни детей ни внуков ни бабушек ни дедушек социальную инфраструктуру или дома можно отстроить. А вот человеческую душу ты не вернешь. Ты не вернешь этого человека уже назад. Да не вырастут у тебя ноги. руки если ты стал инвалидом а ты раньше работал бегал веселился и все остальное. А сколько детишек остаются инвалидами. Мы им ничего уже не вернем. Мы можем только способствовать жизни им. Как-то выживать. Так вот эти негодяи убивают свое собственное население. Это не наш метод. Метод русского сберечь остановить войну победить фашизм привнести мир созидать но не творить рабов не творить войну не убивать собственных граждан. Кто этот метод использовал в 41 году в 42 43 44 фашист и метод тот же самый когда ловят каждого гаденыша нацик а я не стрелял я скрипкой я водителем работал я куховар это не я когда раздевают ой это ж ничего страшного ну на кол очка не замечайте что все идет в параллели вы не замечаете что все это напоминает вот тот бред когда в 45 году уже зашли в Берлин и мы только пианинщиков видели вот на пианино все играли мы этого не замечаем а что сейчас происходит мы посмотрим на Мариуполь я в шоке мало того они солдатов своих бросают ВСУшников всякую эту нечисть пусть меня бог простит сами они напросились ну вы же посмотрите мирные граждан когда они отходят вот так после каждого дома кладбище пусть оно временно я не поверю в то что они говорят ну и когда предлагают менять заложников на продукты питания и на медикаменты для меня это дико это же ваши соотечественники вы же кричите что вы их защищаете а мы теперь говорим а вот 15 человек на тонну жрату слушай давай будем говорить так это естественный процесс коллаборанта фашиста все остальное русский солдат солдат настоящий который имеет понятие честь мундира офицера имеет понятие клятвы когда он клялся что он служит государству и защищает свой народ это разные вещи поэтому коллаборант продавшие свою землю они ради своей шкуренки готовы продукты менять на жизнь а мы помним бабушку советскую бабушку она голодная оставалась не взяла продукты не опозорила честь свою и сказала это государство мою и моя жизнь вот там кровное там полотнище так вот в русском солдате это присутствует когда герой есть герой настоящий отдает жизнь не только за себя а за свое государство мир детей и будущее нам не хватает идеологии нам не хватает ценности нам не хватает того когда мы себя чувствуем победителями а победитель возвращаем все назад я сегодня против после того что произошло и то что польша делает германия франция и другие отморозки популизы соединенные штатом америки я сегодня хочу сказать нам надо все границы нашей вермахи все и латвию и литву и будем говорить и западную украину но должна быть жесткая чистка уже никаких прощений как это хрущев сделал утырков этих подпускал и вот к чему все привело так мое вот такое мое мнение вперед киевская русь украина это россия вот так должно быть Алексей Валерьевич спасибо тебе огромное знаем что едешь на родину что день победы с земляками будешь встречать ну а нашим зрителям несколько буквально слов поздравления с наступающим днем победы что хочется сказать дорогие мои выходите праздновать нам нужно очищаться нам нужно перед каждой женщиной мужчиной дедушкой прабушком прадедом дедам сказать простить за то что 8 лет мы не праздновали как полагается поверьте мне они там в гробу переворачиваются и до сих пор то что они видят грустные я слова скажу но мы их предали мы не защитили ихнюю честь мы не мы мы не мыли ихние памятники мы потушили огонь звезду а это наша вечная память должна быть в сердцах если у кого есть совесть и вы помните наших дедов наших великих полководцев вы не побоитесь выйти выйти отдать дань уважения честь сегодня вас защищает Россия парни Российской Федерации мама папа отдала своего сына дочку на смерть чтобы защитить вас нам эту свободу дали я буду праздновать 9 мая я выйду и вы выходите спасибо дорогой Валерьевич спасибо огромное увидимся и в скайпе и живьем и так дорогие друзья это была программа политотдел мы сегодня встречали дорогого гостя искреннего человека действительно того кто 8 лет хотел вернуться и вот наконец-то вернулся на свою малую родину бог даст Херсонщина оживет расцветет я бы этого очень хотел всем вам спасибо за внимание с наступающим праздником до встречи субтитры